Какая профессия подойдет наставнику гармонизирующему? Если вы гармонизирующий подтип наставника, то безусловно у вас не очень сильная энергетика, зато очень глубокий внутренний мир, очень сильно развитая фантазия и воображение. Вот на это и надо ставить, надо делать ставку на вашу фантазию и воображение, а не на то, чтобы работать локтями, пробиваться, не на экстравертные функции. И конкурировать, конечно, вам не надо, если вы гармонизирующий подтип, то вы должны находить, наоборот, объединяющие между крайностями. Это первое. Почему вы решили, что вам нужно конкурировать? Просто вам нужно вписаться в группу, где бы вас как гармонизатора приняли. Это было бы правильно. Ну и с другой точки зрения, смотрите, поскольку вы гармонизатор, вам хорошо подойдет, наверное, в партнеры более сильный пробивной тип силовой сенсорикой. То есть надо с ним дружить, вступать в коалиции, отлаживать отношения, тогда вам не надо бороться. Бороться будет он и будет пользоваться вашей мудростью, вашим умением предвидеть ситуацию, ваше умение стратегически предсказать, что будет и сконцентрировать силы в нужный момент.